Академический театр Эстония Георг Отц Артист оперы, эстрады, кино и опереты Как-то на вопрос журналиста, какой жанр он сам предпочитает, Георг Карлович ответил Для себя я решаю вопрос так Когда пою в опере, я только оперный певец Выступая на эстраде, вынужден забыть о театре Играя в оперете, для меня, кажется, не существует других жанров Более 60 ролей сыграл Георг Отц в театре Эстония И треть из них в оперете А начало было очень скромным 1945 год Эпизодические роли в Сильве и Фиалке Монмартра Кальмана Дебют студента музыкального училища Затем Д'Артаньян в оперете Бенадского «Три мушкетера» 1946 год Студенту первого курса консерватории Георгу Отцу поручается сложная работа Главная роль Пьера «Красные тени» в оперете Ромберга «Песня пустыни» В оперете Штрауса «Цыганский барон» в 1948 году 1949 год «Паганини» в оперете Регара «Великий скрипач» Перекола «Афенбаха» В оперете Дунаевского «Вольный ветер» роль Марко И Андрея Балашова «В беспокойном счастье Милютина» Это первые советские опереты на сцене Театра Эстония В следующем году в оперете Фримля «Розмари» Китайко Те Долидзе Год 1955 Первая эстонская советская оперета Леонормита Иадгара Аарро «Руму Юри» И веселая вдова Лигара В главных ролях заслуженный артист республики Георг Гоц 1958 год Народный артист Эстонской ССР Георг Гоц В оперете современного венгерского композитора Кемени где-то на юге Спустя год Пьера Бьева Перетти Хайбергера оперный бал В оперетах Кальмана, Баядера и Морица, Раджами и Тасилло Режиссерский дебют народного артиста СССР Георга Отца Состоялся в 1963 году Он заново поставил песню пустыни И исполнил в ней главную роль Через год он повторил этот опыт в «Принцессе цирка» Мюзикл Кола Портера «Целуй меня, Кэт» роль Фреда Грэхэма И в 1971 году двойная роль Сервантеса и Дон Кихота В мюзикле «Митча Ли. Человек из Ла-Манчи» К сожалению, у многих зрителей сложилось неверное представление о профессии актера, о его работе Считает, что это очень веселая, совсем нетрудная и самая легкая специальность Но это не совсем так Работа актера ничуть не легче, чем, скажем, труд пахаря Нередко бывало, что тебя уже давно ждут в другом месте А ты все еще выступаешь здесь Подъезжает машина, и тебя увозят в другое место Потом привозят назад Иногда не успеваешь даже грим снять Бывали случаи, когда из театра, еще загримированного, привозили выступать на радио Или, закончив съемки на телевидении, едешь в гриме в театр, где быстро накладывают новый грим Да, народный артист СССР Георг Готц работал много и плодотворно Особенно напряженным был 1949 год, когда в театре Эстонии артист участвовал в восьми премьерах Одна из них, оперета Милютина, «Беспокойное счастье» В очи следы, долени рога Звериные тропы, глухие пути Чужому по ним никому не пройти Тайга, тайга, кругом снега Поет метет урга Какая ширь моя сими Ты сердцу дорога Тайга, тайга, кругом снега Тает, метет, метет, кругом снега Какая жирь моя Сибирь Ты сердцу, сердцу, сердцу дорога Повсюду ищи, а не сыщешь вовек Подобных лесов и просторов и рек Куда ни взгляни, обойди хоть весь свет А края на свете прекраснее нет Тайга, тайга, кругом снега Поет, метет, кругом снега Какая жирь моя Сибирь Ты сердцу дорога Тайга, тайга, кругом снега Поет, метет, метет, кругом снега Какая жирь моя Сибирь Ты сердцу, сердцу, сердцу дорога Тайга, тайга, тайга С подлинным артистизмом Георг Готтс создал колоритные образы Самые разные по характеру От лирических и романтических До комедийных и даже буфонных Роль Данила в оперете Регара «Веселая вдова» Стала одной из любимейших ролей И артисти и публики Ага, sellepärast, et... Сист tunnistake омеги avameemsid Ja öelge sellepärast, et te ise mida armastate Anna! Miks te läksite roheliseks ja siniseks? Isama pärast Meie rahvusvärvid on ju sinine roheline Ja isama pärast olete valmis kummeldama ka igal öösel maksiimis Selle asemile teda ausalt teenida Tundab pisuti muretama iselti kõlme öelda Te olete... И laughing Он ouен price Anne ку button И усме ведь Паута Вайхну Сарм disadvantage Къи м сравнив Теми Импер Лавул Кажу Taycol австра vielleicht Куими Лавул Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Экранизация опереты «Мистер Икс» в 1958 году приносит артисту всесоюзную известность. Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Звучат на одной волне» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Звезды ночью» Субтитры создавал DimaTorzok Он мне напомнил вновь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Звезды ночью» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Звезды ночью» Субтитры создавал DimaTorzok «Звезды ночью» Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Звезды ночью» Субтитры создавал DimaTorzok «И роль у Георго Отца тоже необычная Двойная роль Сервантеса и Дон Кихота Вот как он сам говорит об этом Я не знаю, как об этом сказать Трудно объяснить, но приходится вживаться в два образа Несомненно, это вначале тяжело а после все становится как будто проще. Но точно объяснить, как это все происходит, я не смогу. Одна из первых двойных ролей на сцене была у меня в оперете Ромберга «Песня пустыни». Два разных характера, два образа, и там мне пришлось довольно много потрудиться. А в последнее время таких двойных ролей было немало, и, может быть, поэтому они уже не кажутся мне столь трудными. Со временем, конечно, и опыт какой-то появился. Конечно, самое главное — это уметь со сцены отдавать зрителям, слушателям частицу самого себя или частицу своего сердца. Актер должен на сцене пережить все то, что он пережил когда-то в жизни. И чем больше нам довелось пережить в жизни, тем лучше мы сможем передать это зрителям и захватить их. Чем вдохновеннее актеры играют, чем лучше постановка подготовлена, тем чаще повторяются незабываемые моменты. Тишина в зале, и зритель живет происходящим на сцене, ее дыханием, ее ритмом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок